Тайная вечеря В Тайной вечере Леонардо изобразил реакцию каждого апостола с различными степенями гнева и шока. В тот момент, когда Иисус сказал, что один из них предаст его. В XIX веке была найдена рукопись Леонардо да Винчи, которая позволила соотнести имена апостолов со всеми фигурами, изображенными на креске. Апостолы рассажены в группы по три человека. В первой слева Варфоломей, Иаков Алфеев и Андрей чрезвычайно удивлены. Иуда и Искариот, Петр и Иоанн формируют следующую группу. Иуда, одет в сине-зеленые одежды, находится в тени и выглядит озадаченным, внезапным открытием его плана. Он сжимает в руках маленькую сумку, либо серебряниками, полученными как плата за предательство Иисуса, либо как символ его ролика, значея в группе. Иуда – единственный апостол, локоть которого находится на столе. Петр выглядит чрезвычайно сердитым и держит нож, направленный в сторону, противоположную Христу. Вероятно, этим предвосхищается жестокая реакция Петра во время ареста Иисуса. Самый молодой апостол Иоанн, кажется, падает в обморок. Фигура Христа в центре композиции выглядит одинокой. Он среди апостолов, но уже не с ними. Образ Иисуса источает смирение, покой и милосердие. Пустота вокруг Него, окно, заменяющее Ним прямо за Ним, выделяют Бога-человека среди апостолов. Следующая группа – Фома, Иаков Зевеев и Филипп. Фома явно расстроен. Иаков ошеломлен, его руки подняты в воздух. Тем временем, Филипп, кажется, требует дополнительных объяснений. Матфей, Фаддей и Симон Кананит формируют заключительную группу. Матфей и Фаддей повернулись к Симону. Возможно, предполагаю, что у него есть ответы на их вопросы. Противоположную стену трапезной занимает распятие Доната Монтарфана, написанное одновременно шедевром Леонардо да Винчи, но в традиционной технике пресковой живописи. Симон Кананит формируют. Симон Кананит формируют. По близости от Санта-Мария де ля Грация сохранился дом, в котором жил Леонардо да Винчи в период написания фрески. Посещение трапезной ограничено, поэтому бронировать билеты необходимо за 1,5-2 месяца.